27 марта впервые жителям бывшего военного городка Петровская представили дорожную карту по реконструкции поселения. Основной задачей, которая стояла перед администрацией района и главой Олегом Хромовым, было достигнуть полного согласия местных жителей с представленными материалами и внести поправки с учетом пожеланий людей. Около двух месяцев шло обсуждение карты, состоялось не одно собрание, регулярно проводились встречи. С учетом всех предложенных изменений со стороны населения на днях в Петровском, дорожную карту утвердили. Основные реперные точки дорожной карты мы уже обсудили в том числе и с правительством Московской области, для того, чтобы получить софинансирование в том числе уже в этом году. Итак, большая работа предстоит в области инженерной инфраструктуры, а именно развитие системы теплоснабжения, строительство нового водозаборного узла и модульных очистных сооружений. Много внимания будет уделено и капитальному ремонту жилого фонда – замене кровель. Наконец, у жителей Петровского появятся тротуары, будут отремонтированы дороги. Планируется строительство стадиона, что всем желающим позволит беспрепятственно заниматься спортом. Детские площадки также приобретут современный вид. Мы, конечно, ждем, не дождемся, когда начнутся эти работы, потому что в нашем городке не делалось ничего лет, наверное, 20. И пришло все, конечно, в упадок. И мы просто мечтаем о том, что наконец-то мы пройдем, проедем по чистым дорогам, пройдем по тротуарам, которые у нас не было никогда, что наши дети будут играть на новых детских площадках, что у нас будет стадион восстановлен. То, что жизнь вернулась в Петровское, заметно уже сегодня, в день Всероссийской экологической акции «Лес Победы». В детском саду городка были высажены кусты сирени. Взрослые дети активно поддержали инициативу и ранним субботним утром пришли в садик, чтобы посадить свое дерево. Дерево – они тоже живые существа, они красивые, зеленые, везде растут, радуют людей. Принять участие в акции решила и Илона Броневицкая, которая привезла с собой свои деревья. У нас просто в Ленинском районе есть такой институт, в котором реально удивительные саженцы. У меня вот дома есть одна такая яблоня, и все говорят, а где вы это купили? В Ленинском районе. И яблони, и илоны Броневицкой, и сирень, посаженная в этот день, теперь будут радовать деток и украшать Петровское. Жизнь в городке, кажется, налаживается. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.